здравствуйте меня зовут Юля и вы на канале о вязании только вчера я снимала видео о планах на февраль подводила итоги января целых 12 готовых работ а сегодня новом видео я показываю вам еще одну готовую работу я конечно сама очень сильно удивлена и конечно очень рада потому что это все вдохновение движет мной но это уже готовая работа пойдет на февраль потому что итоги января подведены и как-то уже несерьезно включать туда еще одну готовую работу также в этом видео хочу показать вам посылочку мне пришел подарок все конечно вы увидите но начну с носочков потому что их так мельком показала вчерашнем видео только на фотографии вот такие носочки я связала постирала вязала для племянницы это как бы второй вариант все одинаково все красиво все здорово смотрится и можно уже отвозить передавать такой а небольшой подарочек будет а кому интересно это пряжа elize artisan конфетная расцветка мне почему-то напоминает она именно конфеты здесь резиночка связано 3 на 1 рубчик получается он очень легко вяжется я буду снимать мастер-класс на новые носочки женские и там все буду показывать укрепленная пяточка мне нравится как она выглядит и вязать тоже нравится французская пятка кто не знает моя любимая хочется вот немного хочется освоить пятку стронг но я пока что еще присматриваюсь возможно в скором времени ее тоже свяжу ну и конечно мысочек с мысочком у меня эксперименты проходят я хочу все таки добиться полукруглой формы мне это очень очень важно поэтому экспериментируем закрытие иглой когда меня устроит на сто процентов поделюсь с вами как я вижу мысочек вот только на мысочек от сниму короткий ролик пока что вижу как в принципе всегда как в принципе вам снимал мастер-классы у меня не один мастер-класс на носочки все по стандарту вот такая пара есть так смотрите вчера когда я сняла видео мне делать было нечего дело было вечером и я решила начать вязать новый процесс о планах и вам рассказала и уже постепенно стала как бы их выполнять но я не думала что настолько быстро я свяжу это изделие и что уже в январе будет готова работа за февраль но это как-то вообще на меня не похоже честно я такая один процесс начну потом второй тот не закончила новый начала это все тянется с одного месяца во второй следующий и так получается что как-то ничего не получается и мне хочется изменить тактику вязания и думаю что она работает что же начала вязать сейчас кто смотрел мое последнее видео о планах тот поймет потому что я эту пряжу показывала есть у меня в наличии такая фантазийная скажем так ниточка интересная вот так она выглядит мне нравится здесь 80 процентов меринос нет 81 процент меринос 19 процентов полиамид состав очень хороший сколько наверное наличие всего было 200 грамм но как-то мне в одну ниточку вязать совсем не хотелось две только из этой пряжи тоже не очень и еще не было подарено вот такая ниточка это газал ву 175 50 грамм 175 метров закономерно да и это стопроцентная мериносовая шерсть шерсть цвет 305 я решила их соединить но когда я взяла их руки я поняла что наверное будет сильно выбиваться персиковый светлый цвет оказывается что нет я связала образцы к сожалению вам сейчас их не покажу потому что они другой комнате но я вам могу показать готовую работу и там будет сам такой большой огромный образец так давайте посмотрим мне нужно побольше места так как это можно назвать плечевое изделие вязала для себя ой давайте вам покажу вот такую красоту вот что я связала буквально вчера за вечер уже постирала уже все высохло но мне очень нравится это топ на размеры сказал нет 46 48 сидит идеально он прям по телу то что я хотела конечно делая расчеты так как когда вяжешь из бобинной пряжи не делая расчеты то понятно можно ожидать все что угодно а я хотела именно чтобы все было приталено здесь принципе детали так и не доходит потому что коротковат как я и хотела да но он прям облегает и это здорово быстро связала наверное это все таки вдохновение потому что так бы я вряд ли бы вот чтобы была сразу готова работа так смотрится спинка очень все легко а я сушила сначала на манекене поэтому вот немного бретеля вытянула спинку но если можно было разложить то есть если у меня было бы больше времени а я сегодня в принципе хотела отснять видео времени у меня не было поэтому нужно было спешить и я решила повесить на манекен потому что когда она лежит сложенном виде это двойное полотно мокрое сохнет дольше а так на манекене быстренько подсушилась потом еще немного на батарейке посушилась ну потому что нужно было спешить нравится 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 как вышло нравится сама фактура давайте покажу вам поближе все здорово получилось пряжи еще осталось возможно такой свяжу диане потому что когда она увидела она была в восторге и так я вязала снизу вверх у меня сначала шла резинка один на один здесь главное было рассчитать правильное количество петель чтобы он не висел это тот нам не прилегал к телу а затем вязала по кругу основную часть топа потом разделила петли на пополам на спинку петель ушел у меня меньше и отвела меньше петель наперед больше сначала связала спинку вот вязала посмотрела сколько мне нужно примерок было немного то есть я сделала расчеты так уже примерила как чтобы понять какая должна быть высота затем перешла на резинку один на один по спинке а перед продолжала вязать лицевой гладью и вот когда я поняла что мне резинки хватает зачем вязать резинку чтобы спинка тоже хорошо держала форму поняла что мне высоты хватает я закрыла петли спинки и стала вязать петли переда разделив их на пополам и вывязывала у бабочки с наружной стороны я вязала двойную цепочку здесь просто по краю чередовала лицевая изнаночная чтобы край не заворачивался что в принципе у меня получилось я этого добилась то есть с этой стороны и с этой у меня двойная цепочка потом когда я стала вязать плечики плечики ведь у меня от переда идут они как бы бесшовные да только на спинке соединяются можно было конечно есть вяжут что и от спинки и от переда потом вот здесь посередине соединяться мне этот вариант не понравился и так как я вязала бретели были распуски конечно как же без этого да и вязала вот эти две части сразу на спицах на одних только от разных моточка получается так бретели я сначала вязала вот как здесь шло чередование лицевая изнаночная лицевая значит так я по бретелям здесь вязала а с этой стороны как шла двойная цепочка так и продолжал вязать но потом поняла что это сильно выбивается и вот эта сторона больше закручивается мне это конечно не нравилось поэтому пришлось распустить еще что я распускала распускала еще то вот когда я уже вязала то есть раз распустила вязала уже с обеих сторон двойную цепочку у меня было здесь всего 8 петель и понимал что мне не нравится бретели такой ширины то есть как-то тонковато получается я хотел все-таки более широкую снова распустила уже вот здесь у бабочки убавляла я в каждом втором ряду то есть стандартные убавки идут и уже отвела по 11 петель так мне больше нравится и следующий раз если вдруг я буду вязать если вдруг вам понравится это изделие вряд ли я буду фотографии делать на себе ну то есть не сейчас не в это время может быть когда будут подводить итоги уже февраля показать готовые работы вообще хочу отвести отдельную корзину и складывать все готовые работы за месяц чтобы вот были на руках чтобы не нужно было собирать там бегать по дому или понимать что вот этой уже работа нет потому что кому-то подарила отдала а чтобы все было на месте а уже когда подведу итоги покажу в кадре все свои готовые работы вот тогда они пойдут по своим местам по своему назначению что я хотела чем я говорила и забыла ладно не буду долго думать если друг вспомню потом каком-то видео вам расскажу хотя хотелось конечно верно что-то важное сказать ну да ладно бретели хорошо держат форму они не тянутся вот прям сильно мне кажется все таки вот эта ниточка стабилизирует хорошо а полотно потому что она не пружинит вот меринос он сам по себе пружинит хорошо ну то есть есть такая небольшая пружинка а это ниточка вот прям нитка стабильная и наверное вот и по этой причине бретели держат хорошо форму и не растягиваются знаете есть авоськи вяжешь положила туда продукты все и уже авоська не по колено там чуть ли не по полу танец а это не столь важно я думаю что все наблюдали этот эффект ну ничего так это готовая работа все устраивает все здорово ну прям я ада что фотографии смогу сделать фотографии я уже сделаю когда наверно буду подводить подводить итоги вот тогда вы уже сможете нам не увидеть тот классная вещь вот честно скажу сейчас может кто-то подумает что зачем они нужны поддевать будет очень тепло особенно с мериноса я рекомендую взять конечно не рекомендую вязать из пряжи лизала на gold classic или например там составе мохерма точный это не будет тактильно вызывать приятные ощущения а меринос это зороб утепляться можно поддевать можно поддевать под рубашку вот такой как лук составлять почему бы и нет я конечно же буду носить вообще я конечно же стараюсь вязать вещи которые буду использовать чтобы не вязать в шкаф чтобы они просто лежали не приносили никакой пользы это не про меня все таки я вижу то что мне хочется ну и конечно на такой топ меня сильно вдохновил пинтерест я даже не планировала вот честно кто бы мог сказать в январе вначале что я захочу вязать топ ну последний топ я вязала наверно детям это они были летние а сейчас это в тренде сейчас это модно плюшевые я еще присматриваюсь но вряд ли я решусь вязать из плюшевой пряжи почему потому что там я не вижу петель вот мне сложно если мне сложно значит вязание не приносит удовольствие если она не приносит удовольствие то зачем такое вязание вообще нужно что я решила для себя так интересная фактура возможно я еще какие-то ниточки интересно найду и свяжу что-то подобное поэтому если вам нужен подробный мастер-класс если вы хотите связать такое изделие для себя для дочки напишите тогда я подумаю можно снять мастер-класс найду ли я время сегодня с дианой разговаривала и говорю знаю что самое тяжело было мне вязать в этом топе самое тяжело было вязать это бретели потому что настолько монотонная работа а я сначала думала вязать сразу две ну как вот эти верхней части вязала лиф скажем так но поняла что нет вот честно это было бы еще дольше все-таки по бретели по отдельности вязать легче я не измеряла сантиметрах я просто прикладывала и смотрела как бы на глаз вроде бы как бы одинаково если конечно вы захотите прям чтобы то лучше конечно рекомендую считать ряды чтобы вот прям на верочку так что вот моя готовая работа она по идет февраль честно нечестно но мне кажется честно потому что ну так получилось я не думала что выйдет не будет же она висеть между январем и февраля конечно я буду показывать когда будут подводить итоги февраля что это есть готовая работа но возможности не забуду потому что событий должно быть много должно быть много готовых и работ феврале если вдруг забуду вы мне напомните или напишите в комментариях, что это все-таки готовая работа для января. Так, какой новый процесс начала вязать? Сейчас вам тоже покажу. Помните, ну, если, конечно, вы смотрели видео по просмотрам моего видео о планах на февраль, то не все смотрели по сравнению с другими видео. Так, я также спланировала на феврале начать вязать две шапки. На одну шапку я уже пряжу подобрала, на вторую еще нет. На первую шапку у меня было два варианта. Королевские пайетки это однозначно, но нужно было выбрать основу. И была вот такая ниточка, альпака софт. Она интересной расцветки, мулине. Здесь потрясающие коричневые оттенки. Ну, здесь черный есть также, также бежевый, карамельный и темно-коричневый. Мне очень нравится. Я сегодня взяла эту ниточку, взяла королевские пайетки и стала вязать шапку. Когда я вяжу шапки, образцы не вяжу для них. То есть, так, определенно на глаз определяю, нормально, да? Сколько мне петель нужно набрать. И когда я уже набрала свои 112 петель на шапку вязать по кругу, я поняла, что эта пряжа не держит резинку. Могу, конечно, ошибаться. Но вот по первым там рядам было видно, что пряжа не держит. И сама по себе она не пружинит. То есть, она такая, ну вот как нить, как здесь, вот я вам говорила. Такой эффект. Она никак не тянется. Вот она на месте. Стабильная, такая классная. Потому что она супер мягкая. Я даже, и на колкость есть, но не сильно. Думаю, что буду вязать себе бактус. Если найду на него время. Я взяла, стала вязать с пайетками, соединила. И понимаю, что мне совсем не подходит. И тогда я взяла пряжу. Второй, как бы, вариант был. Это Элизе Лана Голд Классик. Цвет идет 584. Какао с молоком. Вроде бы, или кофе с молоком, как-то так называется. Мне, конечно, очень нравится такой оттенок коричневого. Я не люблю оттенки с красным, таким подтоном. Там красное дерево или еще что-то. Вот мне такие коричневые цвета вообще не нравятся. А кофе с молоком, кофейные оттеночки, шоколад. Это да. Или молочный шоколад. И вы знаете, я почему сразу не взяла. Тоже разговаривала с вами в видео предыдущем. И делилась. Сейчас вам покажу. А может быть и нет. Где мои королевские пайетки. Их, наверное, здесь и нет. Короче, у меня королевские пайетки шли более темный. Ну, имели более темный оттенок. Вот прям так визуально было видно, что они будут вот сильно выделяться. Что основа нитка хлопка темная. Что сами пайетки. Сами пайетки я это еще переживу. Для меня это нормально, если они не идут в тон с пряжей. Пускай будут. А вот сама нитка, я не хотела вот этого эффекта мулине. Оно, ну, как-то вообще мне не нравится. После моего мериноса, где одна нитка белая, а вторая розового цвета. Я мулине как-то с осторожностью вообще на него смотрю и пытаюсь из него что-то вязать. Но вы знаете, все супер, все отлично. Вот показываю вам мой новый процесс. Это шапка для меня. Сегодня начала вязать. Не было у нас света. Как-то думаю, что такое начать. Носочки как-то уже, ну, сейчас не хочу, потому что с первого числа стартует совместный проект по вязанию носочка. Будем вязать с девочками целый месяц. Думаю, начну я шапку. Вот шапку здорово. Мастер-класс тоже нет возможности снимать на свитер, то есть что-то большое продвигать. А шапка, этот процесс, он легкий и вяжется быстро. Так что я вот решила соединить, посмотрите, и ничего не заметно. Возможно, там немного идет более темная ниточка где-то, но она прям сильно не выбивается, как я думала изначально. А королевские пайетки, да, они темные, но мне нравится, как это все выглядит. Вот такая красота. Вот столько я связала. Посмотрите. Видите, здесь идет такая ступенька. Это все потому, что, ну, конечно, здесь еще дополнительная нитка, королевские пайетки. Все вязала на спице 3,5. И еще один факт. Королевские пайетки сложно вяжутся. То есть их нельзя прям туго затянуть. Где мелкие провязать легко, а вот где покрупнее, вот прям затянуть петлю, то есть более плотно вязать у меня не получается. Видите, она не очень ровная, хотя здесь все идеально. Я когда вязала вот эту часть, просто молилась, думаю, скорее бы, скорее бы это все закончить. Ну, очень медленно получается. И уже когда я перешла просто на одну нитку Элизе, все быстренько полетело, вот вяжется. Вы знаете, даже здорово выходит, что вот эта часть будет больше, нежели основная. Почему? Потому что она не сильно будет тянуться, и она будет как бы, вот есть полотно. Вот когда, например, шапку взять одного размера, вот на 52-м размере шапка будет смотреться, ну, немного резинка растянута, да? На 56-м размере шапка будет вот так уже смотреться. Так же здесь и резинка играет роли. Если резинка широкая, она немного потянется, и все. Но будет сохраняться, сохранятся вот эти косички, а изнаночных будет петель, ну, совсем немного там видно, и все. Что я, в принципе, хотела. Если же вязать прям, чтобы там впритык, то, конечно, тянуться будет больше. А так даже здорово, что получается. Конечно, мне вот, если так смотреть, форма не очень нравится. В таком варианте более прилично смотрится. Так что вот мой такой новый процесс. Я сегодня еще повяжу. Есть у меня время, хотя на часах, начало 10-го вечера. Но время есть. Так, ну, давайте теперь покажу вам посылочку, которую мне прислала Инна. Я хочу сказать огромное спасибо от всего моего сердца. Мне очень-очень приятно. Ваше внимание. И очень-очень благодарна. Поэтому хочу поделиться, друзья, с вами этой радостью. Конечно, очень приятно получать подарки от хороших людей. Поэтому сейчас буду вам показывать, что у меня есть, какая пряжа. И из какой пряжи я буду вязать, думаю, что вот прям в скором будущем. Начну с носочной пряжи, потому что это любовь любовная. Так, посмотрите, какая красота. Это такой классный голубой цвет. Можно даже сказать, что немного уходит в бирюзу. Пряжа называется опал. В 100 граммах 425 метров. И, конечно же, носочный здесь состав. Все как полагается. 75% шерсть, 25% полиамид. А цвет 36721. Кому интересно. Вот такая красота. Конечно же, будут носочки. Я придумаю интересную модель. Вряд ли, что это будет просто лицевая гладь. Все-таки лицевую гладь я стараюсь вязать на пряже секционного окрашения. А на однотонной ниточке я придумаю какие-то узоры. Ну, конечно, если мне срочно нужно связать носки. Вот если срочно, то, конечно, лицевая гладь меня спасает. Ну, и здесь как бы 425 метров. Не 400 и не 420, как мы привыкли. Для меня это новинка. Так что, вот такой моточек. Ну, а это вообще любовь. Посмотрите, какая расцветочка потрясающая. Здесь и розовый, и желтый, и оранжевый. И, как он называется? Ой, нефритовый. Забыла. У меня есть такой краситель такого цвета. А фиолетовый даже есть, вот только увидела. Вот название. Моток весит 100 грамм. 420 метров. Носочный состав. И вот такие носочки получаются. Все вам покажу. И номер 765. Вот такая красота. Так, это то, что касается носочной пряжи. Но я еще здесь увидела, тоже можно связать летние носочки. Так, давайте немного опущу камеру. Итак, посмотрите на это чудо. Прелесть прелестная. И так, ланагата. Сделана виталии. И вот такая ниточка. Это прям вот что-то такое хочется очаровательное, красивое связать. Или в шапочку какую-то добавить. Или в шаль, бакту спустить. Но я обязательно что-то придумаю, что можно. Или, возможно, я буду вязать полосатик. Ну, какое-то плечевое полосатое изделие. И туда добавлю эту ниточку. И еще вот такая. Есть. Это цвет баклажан, мне кажется, напоминает. Тоже ланагата. Вот такие два моточка. Найду применение 100%. Я такое очень люблю. Так, дальше у меня два моточка. Мне прислали Perish от Drops. Я из такой пряжи вязала. Вязала. Юбку я вязала. Она у меня была. Я ее покупала, наверное, лет 6 тому назад. Вязала юбку крючком. Вот вы представляете? Мне очень жаль, что ее сейчас нет в доме. Где она? Я даже не помню. Вот было бы здорово. Потому что она классная была. Такая с рюшами. Вообще стильная. Конечно, кто бы сейчас ее носил. Я вообще стараюсь вещи, которые уже выходят с пригодности. Или там дети вырастают. Ну, не держать в доме. Ну, зачем захламлять дом? Стараюсь или на чердак сносить, или отдавать. Так, это цвет 17 и 100% хлопок. 50 грамм, 75 метров. Что можно связать? Что можно связать? Конечно же, обязательно что-то придумаю. Или сочетаю с чем-то. Мне сейчас очень нравится смотреть. Пока что только смотреть, вдохновляться. В Пинтерест есть топы летние, связанные крючком и с квадрат. Вот, может быть, они как раз пойдут на топы. Инна написала мне, чтобы я связала что-то с девочками. Поэтому обязательно буду вязать. Нет, такая пряжа мне очень нравится. Тем более толстенькая, хорошая. Будем вязать. Так, следующие моточки. Вот такую пряжу я нигде не видела. Катрин. А цвет классный. Он красный, с немного таким розовым оттенком. И здесь, вот как раз, возможно, это будут носочки. Потому что 95% хлопок и 5% полиамид. Когда я взяла эту нитку в руки, я сразу видела полиамид. Думаю, так, будут носки. Почему бы нет? Или следочки для дома на лето связать. Классная идея будет. Потому что я для тети вязала носочки из пряжи. Тоже в составе хлопок. Мне очень понравилось. Ну, это здорово, конечно. Поэтому у меня уже есть запас носочной пряжи на летний сезон. Чему, конечно, я очень рада. Не знаю, есть в Украине, продают пряжу с хлопком носочную. Я, по крайней мере, не видела. Поэтому, если вы знаете где, дайте ссылочку. Ссылочка не пройдет в комментариях. Напишите название магазина. Я здесь там посмотрю. Потому что хочется летом тоже повязать носочки. Как же без них? Так. Вот такой потрясающий розовый цвет. Ой. Еще немного. И улетел бы пакет со стола. Так. Вот такие три моточка. Тоже пряжу я никогда такую не видела. Вот что вам покажу. Все обозначения. Все обозначения. 50 грамм, 87 метров. 100% хлопок. Ну, вот. Что я, в принципе, могу сочетать. Посмотреть, какие классные квадраты будут. И они по толщине практически одинаковые. 87, а тут 75. Но они практически одинаковые. Вот честно. Вот по визуальному восприятию одинаковые. Поэтому можно связать такие квадраты. Так. Еще два моточка. Ну, а это уже будет полноценное плечевое летнее изделие. Вот такие два моточка. 100% хлопок снова же. В 100 граммах 150 метров. Из, похоже, нитки я вязала, когда вернулась домой. Тоже топ. На круга кокетки, насколько я помню. Поэтому что-то придумаю. Сделано в Китае. Написано. Спица 4,5. 100% хлопок сказала. 150 метров. Вот такие два моточка. То есть 200 грамм. Это плечевое изделие. Наверное, все-таки детка. Так. Здесь все. И сейчас покажу вам еще. Для меня эта нитка, вот я никогда ее не видела. Вот честно. Здесь у меня три моточка. Вот такая ниточка. Друзья, нужна ваша помощь. Что можно связать? Потому что Диана уже хочет из нее сделать классную вещь. Я пока что думаю, вот хочу поискать информацию, вот хотя бы идею. Потому что я никогда не сталкивалась с этой ниткой. Даже, наверное, не видела в магазинах. И вот хочется как бы узнать, что можно. Инна написала мне связать что-то для Арчи. Может быть даже. Вот просто нужна идея. Вообще, как вязать эту нитку. Чем вязать? Крючком, спицами или пальцами петли делать? Я представления даже не имею. Так. Понпон называется ниточка. Интересное название такое. Вдохновляющее. И это стопроцентный полиэстер. 50 грамм, 25 метров. Вот так. Три моточка у меня. Думаю, что-то можно Арчи придумать. Ну, не только Арчи. Потому что Диана хочет сделать такую универсальную вещь. Вот, дорогие друзья, мое сокровище. Мой такой подарочек. Огромнейшее спасибо. Я прям была рада. Бежала на почту, чтобы забрать. Буду вязать. Буду придумывать идеи интересные. Ну и, конечно, вы все увидите. Инна, спасибо вам огромное за чудесное настроение. За вашу посылочку. Мне очень-очень приятно. На этом, дорогие друзья, на этой позитивной, хорошей ноте буду с вами прощаться. Спасибо огромное за внимание. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Приходите ко мне в совместный проект по вязанию носочков. Кстати, сегодня много приходит комментариев, как попасть в этот совместный проект. Смотрите, сейчас в конце уже скажу. И все, и заканчиваю, честное слово. Чтобы попасть в этот совместный проект, напишите мне, пожалуйста, в инстаграм или на почту. Личное сообщение. Попасть в совместный проект, где мы будем вязать носочки целый месяц вместе. Также вам будут доступны два мастер-класса по носочкам. Один мастер-класс на женские, второй мастер-класс на мужские. И плюс подарок, PDF, описание на мои носочки. В желто-голубом цвете. Я уже фотографии показывать не буду, потому что в предыдущем видео показывала. Как вы уже видели. Это все можно получить. Совместное вязание и кучу подарков всего лишь за донат. То есть за любую сумму, которую вы готовы внести. Которую вы можете внести. Все очень просто. То есть любая сумма и вы в совместном проекте. Но для этого вам нужно писать мне личное сообщение, чтобы я вам прислала реквизиты. Все, дорогие друзья. Желаю вам хорошего настроения. Берегите себя. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok